Проблема возникла новая, крайне интересная. Каково будет решение? У нас рубль обвалился в очередной, в пятый раз. Честно, меня это реально достало. Почему реально, я объясню. Компьютеры еще потянут, но камеры взлетели в два раза вверх. Вот это прелесть неизведанная. Народ пока не доезжает, но придется доехать однозначно. Если мы компенсируем снижение внутренних цен, это одно. Но честно, мы это увидим к следующему собранию. Это собрание мы проведем для нашей армии, задействованного в усмирении нациков, воспитанных в течение 30 лет на Украине, которой в принципе не было. На сегодняшний момент окружена, я точно знаю, что в крупные города наши войска не заходят. окружены, для того, чтобы уменьшить количество жертв, обходят. И та группировка войск нацистов, бандерцев, ВСУ, которая была на границе с ДНР и ЛНР, она фактически окружена. 50% боеспособной армии, она именно там, на границе между ЛНР и ДНР. Сейчас она фактически в окружении. Сейчас еще наши войска подходят к Адессе, тоже обходят, пытаются минимум жертву. Новости все отслеживаем, смотрим. Но здесь очень важно, что позиция политической партии, здесь Геннадий Андреевич тоже выступал, тоже, наверное, видели в его выступлении, поддержать вот эту операцию. Официальная позиция партии. Вспоминается, значит, вот этот переворот 2014 года, когда в Адессе 2 мая были сожжены, уничтожены люди, которые были против государственных переворотов. Также вот эти обстрелы и то, что наши российские войска сейчас проводят вот эту операцию, основная масса населения основная масса населения все-таки поддерживают. Вы знаете, что было, значит, голосование по признанию республик. Фракция КПРФ практически 97% проголосовала за Единая Россия, другие партии. Потом санкции наложили по итогам вот этого голосования вот этим людям, которые проголосовали за признание. В настоящий момент наша страна испытывает очень сильнейшее давление политическое, экономическое. нас со всех сторон обложили санкциями. И вот смотрите, если бы не было этой превентивной операции, а в марте вот эти бандеровцы, они фашистский режим Украины, они планировали операцию все-таки овладеть вот этими республиками, уничтожить население русское. Вы представляете себе, вмешались бы тогда наша Россия, да, и все произошло бы то же самое, что сейчас есть. Так же бы обложили нас санкциями. Так же бы нас пытались бы давить финансово, экономически и психологически. Кто-то может спросить из интернет-ориентированных, где берутся знания. Я, как знающий, говорю только в телевидении. А вот вам вопрос про не менее чудный интернет. А потом родился спор. Ну, хотя это был не спор. То есть мы давайте все-таки определимся, кто никогда не будет нам врать. Естественно, Министерство обороны нам врать не будет. Это им не нужно делать. За это сейчас предусмотрена очень серьезная ответственность. Естественно. потому что по-другому не получается. Нельзя врать людям, которые занимаются и работают на государство. В данном случае мы работаем именно на государство. Потому что возникают вопросы, а почему мы туда залезли? Я, конечно, был бы противником этого залазения сегодня и сейчас. Лучше это было делать в 2014 году. Отчекрыжешь у них большую половину и потом смотреть, как они дальше бы на своей маленькой-маленькой территории бы развивались. Я бы так бы сделал. Но мы думали, что у них все будет хорошо, но сам переворот, а если я правильно понимаю, то извините, Майдан это что такое? Это была чистая попытка государственного переворота. просто просто если бы в свое время он обратился к Российской Федерации, как это сделал два человека, не так давно, кстати, недавно, в прошлом году и в этом году мы куда поехали, то есть мы реально людям показали, что не надо переделывать все под свое сраное осмысление дебильного дерьмократии, потому что дерьмократии у вас реально дебильные, вы просто дебилы, которые все это делать, думаете, что то, что у вас есть идеальный вариант, да не какой-то не идеальный вариант, вы всю жизнь зарабатывали бабки, я не противник самой Америки как таковой, я противник вот этого шипздеца, который у них регулируется, да-да-да-да-да-да-да-да, я однозначно и 100%, и я реально смотрю и думаю, когда все это дело закончится, реально, может быть, я ничего не буду говорить, я просто посмотрел, сколько мы расплюхивались во Вторую мировую войну, да-да-да, примерно 10 месяцев мы конкретно вычищали всю территорию Украины, дай бог в этот раз, потому что в свое время Украина была под нациками, я имею ввиду под этими говнюками, которые до сих пор, до сих пор не думаю, что то, что им говорят Германия это идеальный вариант, далеко нет, далеко нет, поверьте мне, вас там быстро-быстро перевоспитали, понимаете, и вы же должны понимать, что тогда Украина, мы еще, у нас не был открыт второй фронт, а он открылся где-то в июле, в июне, не помню, когда, надо посмотреть, 44-го года, а мы начали все это делать в мае, в ядваре 1943-го года, то есть представляете, сколько времени прошло, то есть мы в принципе спокойненько их двинули, ну, за 10 месяцев, сейчас, не знаю, может чуть-чуть побыстрее будет, это было очень сильно хорошо, другой вопрос, вот примерно из этого, будем надеяться, потому что свое время нациков поддерживало то, что они в свое время забрали, а это была вся территория Европы, ну, практически вся, практически вся территория Европы, а вы не знали? Да-да-да, к тому моменту, кстати, в Финляндии еще была в составе про нацистскую империю, не услышишь? Да вы внимательно почитайте, для вас дают всю информацию интернет, просто почитайте и поймите, о чем идет речь, вот и все. Будем надеяться, что все это дело побыстрее случится, к слову, о вранье, ну, либо к слову о том, что на нас, по нам проезжают, а мы думаем, что это все хорошо и ровно, и красиво, так вот, не всегда все хорошо, ровно и красиво, по сути событий. Был такой товарищ Навальный, да, он вот как-то распинывался про то, что у дяди Володи там дом. Я тупо пересчитал, и оказывается, что в принципе мы должны, мы каждый первый из нас, отдав дяде Володе сумму всего небольшую 98 рублей, а обыкновенной 98 рублей. Это даже не 100 рублей, это всего 98 рублей, всего лишь. Но возникает вопрос, вот, к слову о том, что он сейчас начал колбасить наших вот этих вот, мелкотравчатых чмошников. Я имею в виду тех, кто занимается и ворует деньги наши лично с вами. То есть, это чиновники. Вот, чиновников я бы давным-давно туда отправил. То есть, давайте все-таки определяем количество домов вокруг города. Нормально, серьезных домов в пределах 20-35 миллионов рублей, грубо говоря. Будем считать, что их примерно 4 тысячи, всего лишь, немного. Ну, я готов отдать ровно половину тем, кто занимается бизнесом. А остальные кто? А остальные кто? Остальные чистое ворье. Я просто эти все дела перемножил и разделил, и получилось, что каждому этому говнюку, мы, я, вы, пенсионеры, дети из города Магнитогорска, я говорю про город Магнитогорск, отдали не 98 рублей, а 98 тысяч рублей, вы понимаете, какой-то обман. Да, 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 вот они считают все это дело, они внедряют ценники, что выше и выше и выше, а нам-то деваться некуда, нам приходится за это дело платить, понимаете? За что мы будем платить? За воду, что ли? Да этой водой, вот которой сейчас есть, вода обыкновенная, вы думаете, динозавр не кушал? Да, да, динозавр немножко дольше, чем мы жили, мягко так скажем, чуть-чуть. Да, идет круговорот воды в природе, она испаряется, она фильтруется, да, 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 то бишь, вы думаете, что холодной воды, что ли, мало? Ну, да, реально мало, да, особенно у нас, естественно, в горах, естественно, тут до гор 20 километров, естественно, мы пьем эту воду, конечно же, за электричество мы, что тут начали бабки платить бешеные, за ком услуги, это вы, что там, вы откуда все делали, разродились-то, понимаете, каждый месяц, когда мы платим деньги, мы финансируем этих говнюков, которые все дело выстроили. Я не против ровного и количественного прихода по директорам, но давайте по полной программе определимся с теми, кто ворует наши бабки. это не продавцы, это не продавцы, мы готовы и мы можем спокойненько, как я в действительности, я перестал покупать что-то в пятерочке, которая прямо за этой камерой находится, потому что зачем? Не надо, я сам умею готовить, готовлю достаточно неплохо. Вот и все. То есть я по сути событий не хожу в магазины, что и вам желаю делать. Другой вариант, это естественно дом, классический, красивый. Да, вот там я и работаю. Мне, кстати, нравится земля, потому что земля меня родила, я в землю и уйду, потому что я на этой земле, пока я живу здесь, я на этой земле в аренде у Господа Бога нашего великого. Вы не слышали? Внимательно прочитайте Библию. Там так и сказано. То, что вы здесь берете, это не ваше, это все Господа Бога. Вы сюда пришли на свои сраные там 20, ну дай Бог, 20 прожили, 30 прожили, 50 прожили, слава тебе Господи. Но больше чем 100 лет очень редкий человек проживет, понимаете, о чем я говорю? Вот и вся ситуация. Мы здесь, в аренде у Господа Бога нашего. Поэтому не надо говорить, куда мы пришли. Это не территория России, это территория Господа Бога нашего. Я бы рекомендовал, естественно, перестать финансировать все это дело. Мы раньше занимались, мы раньше не продавали. Россия никогда в жизни никого не финансировала. Я имею в виду бензином и газом. Мы их только-только начали. Газ открыли-то совсем недавно. А мы чем занимались? Да, мы были нормальной сельскохозяйственной державой, которая реально всех прокармливала. Вот к чему надо. Вернуться на круги свои, колбасануть этих говнюков. Да это же просто делается. Прокуратура, съездите и посмотрите. То есть, если это бизнесмен, пускай, он работал. но если это не бизнесмен, а там что-то из этой области, там 5-е, 10-е, и эта квартира была не купленная в кредит, в смысле, в ипотеку, все, это есть варьер. Самый простой вариант. Ну и что? Я еще раз говорю, что потеряет город, если у нас тупо посадят тех двух тысяч человек, которые своровали? Да ничего он не потеряет. Пройдут нормальные люди. Ну меня могут же куда-нибудь поставить. Ну да ладно, поставить, не поставить, мне без разницы. Я работаю только для вас, и для этого я покупаю и видеокамеры, и все остальное. Я работаю, да, у меня возникают проблемы. И решив эти проблемы, я делюсь с теми, кто ко мне обращается. Потому что я знаю, что так надо жить. Может быть, я в чем-то не прав. Подумайте сами.